В начале мы даем ответ на предыдущую ангарскую загадку, друзья. Вам нужно было точно подсчитать, сколько квартир находится в доме номер 13-219-го квартала. Я давал вам подсказку, что в нем 8 подъездов в этом доме. Итак, давайте посмотрим на правильный ответ в этом доме. 316 квартир. Спасибо всем, кто активно участвовал в обсуждении этой проблемы на адресе нашей электронной почты. Ну а мы начинаем следующую программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, красота – это страшная сила. Легендарная фраза, легендарная актриса уже много лет остается актуальной, дорогие друзья. А еще сколько есть афоризмов и мыслей мудрых людей о красоте. Например, красота спасет мир. Почему бы не поговорить о красоте тела и души в самом красивом городе на земле? Красивую программу. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы знаете, друзья, с выражением «красота спасет мир» я вот на 100% согласен. Вот солидарен просто. Действительно ли вы, обращали вы внимание или нет, что красивые люди, ну, по крайней мере, внешне привлекательные, они реже совершают плохие поступки. Или если с обратной стороны взглянуть на этот момент, ну, допустим, такая ситуация. Стоит красивая девушка, ну, просто картинка с обложки журнала. И вдруг смачно так матерится. И наверняка, я уверен на 100%, что у большинства людей ее внешняя привлекательность рассыпется как труха. И перед вами будет некрасивая девушка, а какая-то, знаете, базарная баба, извините за выражение. Или красивый молодой человек на улице бросит там свой окурок мимо урны. Или просто какую-то пачку от чипсов сомнет и бросит здесь же, вот себе же под ноги. Сразу он превращается из симпатичного молодого человека в такого гопника. В быдло, если хотите сказать. Нужно соблюдать баланс, мне кажется, между красотой внешней и красотой внутренней. Вот об этом мы сегодня на эти темы мы с вами и поговорим. Во-первых, ждет нас с вами беседа с людьми, которые дарят красоту телу и лицу. Мы поедем к нашим друзьям в студию красоты Айсберг и поговорим с работниками этой студии о том, как же достигается человеческая красота. А о красоте души мы побеседуем с нашим земляком, замечательным музыкантом Георгием Серышевым. Участником шоу проекта «Голос» на Первом канале. Ни много, ни мало, дорогие мои. Собственно, вот по такому красивому маршруту, по красивому городу мы с вами сегодня и прокатимся. Вперед! Ну вот, друзья, мы и приехали к людям, которые на самом деле дарят эту красоту и лица, и тело всем людям. Знакомьтесь, это администратор студии красоты Айсберг Наталья Синдеева. Наташа, здравствуйте! Добрый день! Ну скажите, пожалуйста, действительно ли из каждого человека можно сделать красавца писаного, если правильно распорядиться всеми средствами для красоты? Уверена в этом. Просто уверена, сама знаю, сама вижу. Каждый день наших клиентов, какие приходят, как уходят. Да? Да. Разные два человека. Да, конечно. А вообще, есть ли некрасивые люди? Это же, мне кажется, такое очень индивидуальное. Есть люди неухоженные. Неухоженные, да? То есть вы избегаете слова «некрасивые» в своей студии? Да, конечно. Чем занимается ваша студия? У нас есть парикмахеры, есть массажист, косметолог, маникюр-педикюр, солярий, спа-капсула. То есть здесь можно сделать все от кончиков ногтей на ногах до макушки? Да, можете прийти к нам буквально на 3-4 часа и уйти отсюда, в общем, довольны. Друзья, если у вас вдруг намечается романтическое свидание, и вы рассчитываете на взаимность, заходите в айсберг, наведите лоск на всем теле, и будет вам удача. Спасибо большое, Наташа. Пойдем прогуляемся по салону. Во всех подробностях покажем вам студию красоты айсберг. Вот, в студии красоты айсберг имеется вот такая замечательная водная капсула. Друзья, здесь ухаживают за телом. Подробнее, Стелла, об этом расскажешь. Стеллочка, что там в этой капсуле происходит? Так, ну, в общем, получается, что мы ухаживаем за телом. Одновременно мы можем работать также и с лицом. В капсуле мы непосредственно делаем различные обертывания плюс различные пилинги для тела. Мы уже смотрим показания, противопоказания, пожелания клиента и уже непосредственно подбираем. То есть без медицинских, так сказать, направлений сюда вы никого не положите? Мы только с консультацией. То есть можем одновременно ухаживать. После этого не человек, а просто картинка получается. Да, то есть два в одном. Вот, друзья, это парикмахер, стилист, колорист студии красоты айсберг Анастасия. Настя, ну расскажите, какие процедуры, какие действия и манипуляции вы здесь производите с людьми? У нас очень много процедур, в том числе всевозможные виды окрашивания, лечения волос, прически, укладки. Также мы делаем свадебные прически, готовим невеста к этому празднику. Особая наша большая часть клиентов – это, конечно, блондинки. И все блондинки практически у нас. А брюнетки, превращающиеся в блондинок, тоже… Да, и блондинки тоже превращаются в брюнетки, когда гораздо реже, конечно, чем брюнетки, но тоже… Я слышал хорошую шутку, с женскими волосами все просто. Если кудрявые – распрямить, если прямые – завить, если черные – обесцветить, если белые – покрасить в черный цвет. Правильно же, да? Вот мы и уже и в маникюрный отдел студии красоты айсберг забрели. Скажите, Настенька, ну действительно нужно ухаживать за ногтями не только женщинам, но и мужчинам? Конечно нужно. Это очень востребованная процедура в наше время. И так же, как мужчинам и женщинам, я рекомендую посещать салон не реже, чем раз в две недели на маникюр. И мужчины действительно ходят к вам? Да. Сейчас это в тренде, что называется? Очень востребованная. И у нас посещение мужчин гораздо больше стало в последнее время. Что-нибудь с моими безобразными ногтями можно сделать? Конечно, абсолютно все можно и красиво сделаем. Сделаем. Но чуть попозже, после того, как завершим сегодняшнюю передачу. Спасибо, Настенька. Пожалуйста. Между делом, я вот присел в педикюрное кресло. Здесь мастера Айберга работают над нашими ноготками на ногах. Вот, между делом, мы еще зашли и в солярий, который тоже имеется в студии Красный Айсберг. Олечка нам поможет. Оля, пожалуйста, покажите, как там вот все хитро. Вот. Вот солярий. С таймя, заходишь, 10 минут и ты с шоколадкой. Скажите, Оля, а кто больше ходит за горать к вам? Мужчины, женщины? Ну, вообще ходят, в принципе, все. Но 70% больше женщин ходят. Но и мужчины тоже присутствуют. Присутствуют. Большое спасибо. Ну что, сделали такую мини-экскурсию по Айсбергу. Будем прощаться, Настась. Большое спасибо за нашу интересную беседу. Есть возможность всех ангарчан пригласить именно к вам. Прошу. Да, мы будем рады видеть наших, наших постоянных клиентов. И будем видеть очень рады новых наших клиентов. Приходите в Айсберг, и будет вам красивое счастье. Ну что ж, девушкам-красавицам из студии Красоты Айсберг большое спасибо. Остались бы, конечно, в этом малиннике, но работа. Вот так, только все для вас делается, дорогие мои. И на очереди у нас будет беседа с замечательным музыкантом, нашим земляком, участником шоу «Голос» на Первом канале. На секундочку. Георгием Серышевым. Беседа была записана на прошлой неделе, но менее интересной она от этого не стала. Встречайте, Георгий Серышев. Ну что ж, друзья, на гостях у замечательного иркутского музыканта, нашего самого земляка, участника шоу «Голос» на Первом канале. Георгий Серышев, прошу, любите жалобы. Ну, два слова для ангарчан. Кто ты, что ты, где вырос, где занимался музыкой и так далее. Два слова. В общем, в двух словах. Родился я в городе Улан-Удэ. Вырос в нашем солнечном городе Ангарске. Учился в гимназии номер один. Сначала там вот 33-я школа, потом в гимназии номер один. В общем, от звонка до звонка, с первого класса до 11-го. Где-то в старших классах к нам в школу в пенели пришли замечательные музыканты. Оксана и Сергей Спирновы. Вот именно с них-то и началась моя, так сказать, музыкальная певческая карьера. Ну, они очень известны у нас люди в Ангарске, много воспитали, так сказать, замечательных вокалистов. А где становился ты как профессионал в плане вокала? В каких-то музыкальных коллективах? Откуда мастерство-то наработалось? Мастерство, ну, прежде всего, все-таки это вот эта школа, то есть это активные занятия с педагогами, то есть, во-первых. А во-вторых, практика, практика, только практика. Это и концертные выступления, какие-то там шоу-программы, ну, и не без ресторанного бизнеса, так сказать, тоже не обошлось. Десять лет этого опыта имеют ежедневные, вот эта практика, естественно, все наращивается, диапазон, мастерство и так далее. Ну, и работа с публикой, опять же, в ресторане, да? Да, да, да. Не надо бояться, как бы, вот этой аудитории. Ну, потом мне все это наскучило, и мы, ребята, как раз позвали поучаствовать в такой команде, как Вугузела, это трэш-прогрессив-банда. Широко известный в узком кругу. Да, все, как обычно, но у нас же все поскромнее. Творчество же, оно прежде всего для тебя. Ну, да. Но когда мы поняли, что это все-таки творчество, которое для тебя, тогда мы задумались и создали еще одну команду, которая называется Берн. И вот именно с этой командой мы уже играем всякие камера, то есть переделки каких-то известных хитов. Ну, а теперь к голосу непосредственно, Гош, как появилась идея, кто подтолкнул, и как вообще процесс вот этот технически проходил? Я абсолютно никак не смотрел, мы только говорили, вот, вот, ты видел голос? Ты видел? Я говорю, да не видел я никакой голос. Но мне все отвердили, особенно родные и близкие, давай попробуй поучаствовать. Ну, ладно, отправлю анкету, отправил раз, отправил два, третий раз отправил, и, наконец-то, повезло. Вот, ну, то есть меня пригласили на этот кастинг, где среди 30 тысяч анкет пригласили таких же кандидатов, как я, в количестве примерно 900 человек. 900 человек. 900 человек, да. Это именно те люди, которые заходили буквально на 30 секунд перед таким президиумом во главе с Юрием Аксютой, который является главным редактором первого канала, музыкальной части. И ты подходишь, исполняешь акапельно две вещи, даже не две вещи, а буквально 30 секунд или 20 секунд от каждой вещи. Тебе говорят, все, хватит, давай следующую там, или так далее. Все, и после этого тебе говорят, либо ты прошел, либо не прошел, либо в резерве и так далее. А показываешь какие-то вещи из предложенного уже списка. Вот отсюда рождается тот же самый Дельтаплан. Ну, и в итоге Дельтаплан Леонтьева стал твоим пропуском, так сказать, в голос, да? Ну, да. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только Дельтаплан поможет мне, поможет мне. А там работает с тобой живой оркестр. Да, потом уже, когда песню одобрили, приезжаешь опять на репетицию с оркестром, оркестр-фонограф. Да только ради этого, вот сыграть с живым оркестром, на публике, да, на ка... Уже это стоит того, чтобы голос, наверное, съездить, да? Да, конечно. А самое главное, вот старшая дочь всегда мечтала познакомиться с Нагиевым. Так. Это одно из, так сказать, еще один из плюсиков, зачем туда поехать. Чтобы дети, наконец-то, там, увидели, как все это делается. Вообще так, скажи честно, ты рассчитывал на то, что кто-то к тебе повернется? Или думаешь, ну, спою да спою, лишь бы вот спеть? Самое главное, да, это спеть так, чтобы потом можно было самому посмотреть и не один раз, и не было за это стыда. То есть я этого, считаю, я добился. А еще так повезло, что еще пару человек повернулось. А команду ты уже выбирал сам, кому бы хотел, так сказать, войти. Потом я мог выбрать, либо к Басе, либо к Градскому. Ну, я пошел к Градскому, изначально, да. Ты изначально думал, да, если будет, то к Градскому пойдут, да? Да, да, изначально там было интервью такое, перед даже выступлением, кому бы хотел пойти. Я говорю, да я там никого не знаю, в принципе, он Градскому знаю, к нему бы пошел. Может, с той вот пари не гагарит? Да когда не повернулось. Ну, а вообще работа с Градским какая-то идет, потом, впоследствии творческая, он дает какие-то указания. Как это происходит? Сначала идут организационные встречи. У него дома, кстати говоря, все это проходит, да. Он живет в замечательной квартире, такой в центре Москвы. Вот, то есть первая встреча посвящена именно просто, как бы, близкому знакомству, чтобы все, то есть вся команда наставника познакомилась между собой. То есть определяется песня, определяется, именно разбиваются все по парам, так скажем. Ну, то есть мы близко познакомились, и потом разбились на пары, и один из двух должен, по идее, сожрать другого. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, да. И вот в связи с этим, какие взаимоотношения вот внутри вот этого, так сказать, коллектива? Нет ли каких-то терок или, ну, так, дружеские? Очень дружеские отношения. Все друг друга прямо поддерживают, чтобы там не волновались, там, где-то какую-то нотку там все подсказывают. А на съемках вот в студии, когда проходит запись песен, сколько народу примерно сидит в зале, не считая жюри? Ну, в зале сидит человек 200, наверное. То есть порядочно на трибунах сидит, да. То есть даже можно не обращать внимание на то, что ты поешь как бы спином, ты поешь туда, в угли. Ну, вот, собственно говоря, почему меня это и воодушевило на сцене. В принципе, я даже не обратил внимание, что впереди какие-то развернутые кресла с какими-то там именами. Вот, я как увидел, что люди все прямо встали и начали аплодировать с первых же нот. Вот. То есть меня это очень сильно воодушевило. Настроился там на какие-то ноты. Открываю глаза, смотрю, уже смотрят на меня два человека. Здрасте. Ты так, ну, ой, здрасте, Александр Борисович. Вот, молодой человек. Вас не знаю. Ну, кстати говоря, меня Василий порадовал. То есть, ну, баста. Так прямо учтиво относится ко всем участникам. Очень такой вежливый парень. Бош, есть ли у тебя перспектива на победу? Скажи откровенно. Я думаю, что шансы есть всегда и везде на любую победу. Дай Бог тебе удачи. Ангарск будет болеть за тебя, это однозначно. Ну, и в подарок для ангарчан какую-нибудь музыкальную фразу. Навстречу утренней заре, по ангаре, по ангаре. Навстречу утренней заре, по ангаре. Георгий Серышев специально для Аптиса. Ну, вот такой он Гоша Серышев. Свой компанейский, без звезды во лбу, что называется. Но, тем не менее, очень талантливый и внутренне очень красивый человек. Большое тебе спасибо, Гоша, за беседу. Успехов. Ангарск будет точно за тебя болеть. На очереди у нас только пасскриптум остался, друзья. Очередная ангарская загадка. Дождитесь. А я тем временем скажу, что не удалось нам встретиться с победительницей предыдущего пасскриптума. Но ее кружка, наша фирменная кружка, ожидает Оксану Мингайло в офисе нашей компании. Так что, Оксан, примите поздравления. Ну, вот и пасскриптум на сегодня, дорогие друзья. Задача сегодняшнего дня – отгадать улицу, на которой мы стоим. Подсказки такие. Если двигаться влево, то будет вода. Если двигаться вправо, то будет еда. Варианты улицы присылайте на адрес нашей электронной почты. Его вы видите на экране. Ну, а мы давайте с вами уже будем прощаться. Соблюдайте баланс красоты внешней и внутренней, дорогие друзья. И будет вам счастье. Пускай в вашей жизни все будет путем. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!